вискарик берем закусочку вот запаха вообще никакого нету вот шоу панчане как будто оливье открыли ребят ребят ну что ваше здоровье будьте здоровы ребят просто бомба ребят ребят еще раз всем привет вот ребят последний мой улов который я поймал сегодня как вы можете видеть она еще живая вот сегодня буду готовить обалденные панчане сейчас вам все покажу рыбу я уже и в холодной воде отмыл значит сразу говорю ни в коем случае кто готовит это блюдо в теплой воде рыбу мыть нельзя иначе будет запах вот у многих запах они не понимают почему рыбы запах только в холодной воде чем она холодней тем лучше летом когда вода не такая холодная я замораживаю баклажках воды и только в холодной воде и мою холодную воду кидающий лед баклажках вот и как бы мою холодной воде почему я ее мою потому что чтобы песок мясо не попал вот ведь она еще живая опыта рыба как вы можете еще двигается вот для того что я боюсь что просто не забрызгала меня в общем ребят все отмываете от песка от грязи ее и начинаете делать как делаю я вот все заправляют по-разному я покажу как делаю я так как мы уже сильно острое не любим поэтому я буду делать горького перца вообще ставить не буду мы будем делать на среднем перце и тоже хорошо все получится я вам все покажу сейчас все начинаем делать сейчас немножко освобождаю место и смотрите как я готовлю ребят в общем ставим рыбу ножик острый надо под это перо завожу вот под это перо рыба еще живая как вы можете видеть я ее не убиваю чтобы ничего не летела и вот так под перо начинаю вот так срезать голову вот порезаю вот такой один адрес провожу хирургически и отсюда также провожу обрываем это голову вот так вытаскиваем желудок и голова на выбор сразу берем вот так и аккуратно мясо под саму хребету так заводим раз 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 сюда протыкаем вот так раз теперь переворачиваем и вторую сторону точно также ребят раз так раз 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 здесь вот так протыкаем и по ребру аккуратно вот так ребят вот что у нас получается смотрите берем такие ножницы и обрезаем просто хребет у больших вот так потому что но чтоб не точить по десять раз я делаю вот так видите смотри смотрим тут а есть икра и конечно же возьмем самое главное вот это вот желудком будьте аккуратны вот это не разбейте ну россии просечете ничего страшного но желательно лучше не надо икру забирайте кто если будет кушать икру мы ее жарим вот эту от хищников икру сейчас чашку возьму что делаем дальше обрезаем просто пополам обрезаем это ребят и вот это хреб мы выкидываем выкидываем не берем как бы он нам не нужен вот такие куски все мы делаем вот так вот ребят ребят последняя рыба повторение мать учения показываю еще раз где-то на одну рыбу ну уходит с филе снять нарезать где-то чуть больше минуты смотрим делаем вот так надрез 1 второй надрез 2 разворачиваем голову выбрасываем берем делаем надрез вот такой один чуть-чуть дальше отсюда нож проталкиваем сквозь и по хребту идем вот так все здесь готово переворачиваем так же вот так еще разок нож проталкиваем сквозь пишите отсюда проткнулись и вот так оба берем эту штуку и начинаем обрезать позвоночник раз и второй позвоночник все ребят это выбрасываем здесь есть икра аккуратно обрезаем выбираем икру кто если икру хочет ну я беру жарю кушаю вот такую икру вот кто не кушает можете выбрасывать не везде была икра сразу скажу вот такой филе берем раз второй этап что мы делаем теперь снимаем кожу сейчас эту рыбу не моем чтобы два раз не мыть все нарезаем на филе а потом моем и вот так снимаем шкурку ребят лучше получается забираем ставим следующую смотрите вот это где есть плавник просто вот так берете и все и остальное выкидываете чего выходит вот смотрите вот а это вот плавник здесь остается выкидывается там дальше ставим ребят и вот так вот когда я бросаю сюда тоже покажи и вот так вот ребят все рыбки снимаем филе шкурка нам не нужно кто хочет шкурка делайте шкурка я не люблю шкурки поэтому шкурки они делаю и вот так снимаем ребят все ребят так все делаем покажу дальше чем в принципе все ребят ну и последнее мать ученик как показа здесь надрез сделали вот так рукой зацепились ставим и погнали тянем по шкуре под перво доходим переворачиваем и тянем и получается вот такая красота это на мусор на мусор сюда оба все теперь вот это чем мы делаем сейчас показываем ребят следующий этап вот смотрите рыба филе готова теперь же что с ней делать дальше я ее обратно так и не мыл вот сейчас буду мыть окончательно скажу когда вот смотрите набираем воду холодную как можно холоднее сейчас у меня прям ледяная идет с крана потому что зима яблочный уксус если нет яблочного уксуса это очень мало вот допустим яблочного уксуса на литр где-то я лью 100 там ну где-то литр 50 грамм вот так что как у меня не хватает 90 процентный уксус для чего он нужен он убивает все запахи и все всякое прочее вот берем просто рыбу и ставим все сюда чтобы рыба была под водой не над водой а под водой и просто все перекладываем резко если вода не хватит добавим еще воды холодной просто и все почему это мы делаем чтобы она убила всю там вот этих насеку короче вредителей и плюс запах не будет просто не будет запах вот ведь она у меня все под водой я рассчитал много не надо чем больше воду сделаете тем надо будет уксус больше лить раствор только 100 литров лить вот главное что под водой было там миллиметр 2 чтоб вся под водой просто было все не надо делать там полную чашку с буром вот так все стоит 10-15 минут потом мы все ее моем хорошо отмываем нарезаем я покажу что дальше делать ребят рыба постояла 15 минут потом в этой я ее помыл хорошо она еще поставила 15 ну оттекла вода там 5-10 минут неважно все она визе в уксус на воде постояла стала белая запаха никакого нету крови нету вся ушла теперь же нарезаем какие вам кусочки нравятся вот смотрите самое главное вот здесь вот есть ребра они идут вот так вдоль если будете резать вот так ровно вы их будете мельчить и когда будете кушать будет очень жестко вот этот жир я не убираю не знаю кто то убирать я не убираю кто хочет убирайте и вот допустим ребра идут вот так вот вы видите вот это направление вот на нож стоит вот так значит вы нож должны вот или вот так вот передвигать не надо его крутить вот так тогда будут ребра все ровно его смотрите ведь я режу оба один кусок оба второй кусок вот я как бы эти ребра не крашу ребят вот еще раз показываю показываю вот ребят вот такие кусочки нужны она уже помытая больше мыть ее не надо видите крови нету еще раз говорю рыба прям просто окей ставим сюда и она там будет стоять еще минут пять и покажу потом кашу бы воды не было вот ведь и рыба белая берем дальше следующий кусочек тоже смотрим как идут ребра и просто вдоль ребер разрезаем ничего сложного нету вот мясо мраморная берем и ставим и так же ребят все нарезаем просто опять берем если кусочек то та сторона переворачиваем но сюда и вот так вот режем все ребят час нарежу пока буду делать дальше заправляем и убираем на неделю с вами вот такой штук у ребят вот значит вот я уже нарезал мясо ведь он кубил и все вот больше его мыть не надо он уже постоял вода вся стекла с водой нежелательно делать наша вода вся стекла теперь же переливаем большую штуку большую вот эту чашку чтобы было нам удобно мешать видите обратите внимание водички нету вся стекла вот вся стекла вода нету все это не нужно теперь смотрите что мы делаем дальше нам нужно сделать соль вот сейчас соль не вывод так не рассчитаете и чтобы любой смог рассчитать не взвешивая ничего я покажу что вам надо делать смотрите обратно перекладываем мясо в эту штуку где она была обратно и с маленькими порциями допустим вот столько да уже видать сколько соли надо вот вы берете соль просто вот так соль смотрите вот начинаете сыпать вот допустим вы заправляете вот так вот сыпите вот какой-нибудь салат вот это вот соли сейчас хватит теперь же берем второй слой еще раз накидываем это я вам показываю как вам делать я за один раз знаю сколько надо мне соли вот я все ставлю второй слой пополам разделил и также соль засыпаем как будто уж на нижнюю не смотрим вот как будто вот у вас там ну вот половинка это соли мало вот все вот это соли хватает нужно чтобы он чуть-чуть был соль больше чем обычно потому что потом редька заберет соль что делаем дальше теперь же ставим перец перца надо побольше ну как совсем много не надо 10 килограмм ну вот смотрите сколько я сыплю это паприка не остры вот теперь нужен черный перец чуть-чуть черного много не нужно вот берем вот черный перец прямо такую щепочку раз два три вот ребят черного перца поставили на сколько теперь же ложим душистый черный перец и ребят вот душистый черный обязательно душистый черный все хорош и теперь же нужно сухую кинзу она кориандр называется вот вот сколько нужно ребят тоже много не надо приправы должно быть чуть чуть меньше потому что чтобы рыбы как бы ну чтобы не вкус не сбить вот хорош теперь что нужно последнее чеснок чеснок на это все вот столько нужно ну я на глаз знаю поэтому соком нужен тоже если много будет чеснок тоже не пойдет и давим просто берем давим весь чеснок выдавливаем чеснокодавилка конечно у меня не айс но чё есть хорошая у нас чеснокодавилка потерялась на природе на шашлыках бабуля не туда в ящик поставила и нету чеснокодавилки так давим и все начинаем мешать сейчас посмотрим перец хватает красный или нет сразу будет видать если он будет белый то надо будет перец еще добавлять все ребят и берем вот это все хозяйство мешаем просто вот так вот замешиваем хорошо мешаем и убираем спокойно на 7 дней 7-10 дней там два-три дня вытаскиваем мешаем перемешиваем я когда буду мешать обязательно все засниму вот мы видим что она у нас уже перец везде и перец хватает на глаз сразу видать если бы если бы у вас вот допустим рыба была бы вот такая вот ну как бы уже короче перец все закрыл не могу показать ну вы поняли я про чё говорю это у меня чисто паприка потому что супруга моя горький есть не может некоторые говорят это чисильно горький делать все это ерунда самое главное соль вот ребят вот смотри в общем замешали да теперь смотрите что делаем вот такой есть контейнер у меня надо это все вообще поставить под пресс теперь что-то поставить и чтобы пресс был но у меня есть вот такая штука оператор покажите вот мы сюда все прикладываем смотрите что получается дальше это из 10 килограммов получилось где-то килограммов 5 ребят еще редька будет килограммов 5 50 на 50 я делаю ну опять обратно в 10 килограмм чистого панчани вот почему я беру 10 килограмм потому что я знаю что у меня есть контейнер такой чтобы не покупать в принципе если больше будет то к так кушать совсем одно и то же каждый день тоже надоедает панчани стоит долго не портится вот все прям собираем по чистоту и теперь же под пресс надо ребят вот такая есть меня волшебная крышка которая под пресс она запрессовывает смотрите что делает просто мама джан делает мама джан все и мы закрываем этой крышкой ее шней это придавливается это вот так зажимает все и отправляем холодильник на балкон вот все встретимся через ровно через неделю нет он поставил насколько получается 5 дней все перемешиваем чего получилось смотрим вот такая красота или свете хуху когда вода холодно на балконе у меня что перец такой он как не освалился но рыба солится видите не портится перемешиваем вот такая прессовка получилось ребят как я его прижал видите и перемешиваем берем одеваем перчатки кто чем может видите вообще запаха нету только из рыбы приправы и перемешиваем вот так вот я думаю вот этот раз перемешаю потом редьку добавляю в большую чашку и перемешиваем просто редьку и все будет супер бомба ребят но запах стоит уже бомбически вот прошло пять дней и через пять дней я буду добавлять уже редьку даже через три дня буду добавлять редьку потом постоит еще пять дней и будет все окей вот сейчас уже перец все окей просто панчане пушка пушка воды нету и обратно ставим в этот же контейнер оттуда брали берем перемешали хорошо и обратно ставим рыба должна быть всегда холодная не должна она успеть быть теплой ну не набрать комнатную температуру иначе у вас пойдет запах вот у многих панчане сильно дает запах но тоже время вкусные они не понимают почему запах такой а у других такого запаха нет потому что вы рыбу вся рыба набрала тепло все и теперь же закрываем крышкой это же нам конечно мы выкидываем и крышка вот так закрываем свои супер крышкой с которой дает давление ребят вот видите она давится и не поднимается через пять дней добавляем редьку ребят и через пять дней кушаем ребят вот так нарезаете редьку прошло пять дней вот так берем соли много не надо прям так чуть-чуть посыпаем чтобы лишь бы она слава сок и мешаем все пятнадцать минут стоит и дальше покажу что делать надо ребят прошло 15 минут теперь же речка дала воду вот видите теперь надо воду эту слить берем аккуратно перекладываем редьку все ребят сок слили он сейчас здесь сольется здесь как бы этот есть как бы этот видите с двойным дном вон сок весь пускай стекает ребят вот наше блюдо 5 килограмм судака большеротого окуня смотрим что получилось просто песня рыба промариновалась уже 10 дней я смешал только один раз рыба уже вся готова вот можно прям посмотреть сейчас сделаем на трес и посмотрим с вами вместе вот смотрите берем любой кусочек режем видите рыба готовая еще один берем кусочек для проверки рыба готова запаха вообще нету потому что она холодная холодная всегда была теперь что мы берем и переворачиваем смотрите какая красота ребят обратите внимание ни капли жидкости нету и тут тоже нету жидкости еще раз перемешиваем ох какая она холодная но рыба вся дошла и речку сюда ложим теперь ребят редьку ложим сюда и все это перемешать надо хорошенько и уже распальцовываем кому мы отдаем ребят все и теперь аккуратно это все мешаем редьки получается у меня рыба 60 процентов редька 40 процентов рыба была где-то пять с половиной килограмм 5 800 а редька где-то 4 4 200 8 брали 4 200 пока почистили на 3 чем-то осталось 380 ну это вот так в общем 60 рыба 40 редька когда рыбы мало люди добавляют больше у нас рыбы много в корее поэтому я оставлю редьку поменьше вот так все хорошо мешаем очень хорошо и постоит еще буквально два-три дня ребят и будет просто бомба уже можно ложить разложить ее по контейнерам кого вы хотите угостить я буду угостять своих сестр и одну хорошую знакомую вот смотрите мясо сколько просто видите вот ребята ничего сложного нет постоит еще два-три дня и редька дойдет и будет просто пушка мясо уже дошло мясо нужно чтобы всегда доходило тогда будет окей все и себе конечно я сейчас начинаю набирать и по контейнерам ведь она уже с редькой идет я допустим люблю редьку кто-то любит мясо поэтому я себе ставлю редьки побольше ребят 10 килограмм получилось пончане 10 килограмм вот так ребята прямо и себе оставляем вот эту большой контейнер у меня только есть супруга и немножко я вот и закрываем а вот это все раздам видите здесь где-то около 4 килограмм это раздам все людям все закрываем также под пресс положено всегда вот так под пресс я закрываю крышкой и холодильник запаха никакого не будет сейчас буду набирать гостям чё ребят вот так смотрим чтобы было мясо и редьки одинаково и вот так вот на набираем это гостям прям плотно-плотно и крышкой закроется и они будут кушать им понравится это моей сестре людмиле отдадим она старше меня на год такой как я она делать не может поэтому и угощаем вот так ставим еще рыбки так закроется все так еще одну рыбку и положим закрылась все закроется следующий контейнер набираем еще одной сестре этот контейнер мы отдадим хорошей знакомой а потому что там побольше в одной сестры двое детей и дадим побольше и этот контейнер самый большой подаем сестре наталье постоит несколько дней будет окей мама джан ребят наконец-то прошло еще пять дней и смотрим какой у нас получился шедевр открываем я уже большего не мешал как поставила редьку и смотрите что получилось ребят все просто дошло и рыба и редька все дошло у этого баса все писали есть кости ли нету нет ребят у него костей нету к сожалению вот так мешаем ребят и накладываем на тарелку чтобы кушать вот редька видите получилось намного меньше чем рыба и вот такая красота ребят просто вкуснейшие пончани я вам говорю сделайте по моему рецепту никакого запаха ну просто шикардос аж вот сейчас слюнки текут ребят просто текут слюнки ребят вот ребят вот так накладываем его такая красота что делаем дальше ребят ребят наливаем виски вискарик берем закусочку вот запаха вообще никакого нету вот суп пончани как будто оливье открыли ребят ребят ну что ваше здоровье будьте здоровы ребят просто бомба ребят ребят вообще не горький вообще не горький ребят ну костей вообще нету такой большой кусочек большие ребят косточек вообще нету просто огонь то что доктор прописал ребят в общем у меня получилось больше десяти килограмм килограмм я уже семь все раздал и мне осталось вот здесь одну килограмм 45 дальнейшем я чё решил буду рыбу ловить вот именно вот этого баса я вам покажу как я ее ловлю а то вы думаете что я браконер только могу ловить на свои вот эти пауки косинговой сети нет ребят я живу ой как вы ловите щуку только я ловлю этого большеротого окуня вы все пишите что называю его правильно давайте пускай не будет судак пусть будет большеротый окунь я беру таких ну карася короче как малек живой наживка ща подождите быстренько с головы вылетела наживка малек боли да как же это короче маленькую рыбку я беру насаживаю из головы вылетела не знаю как она называется тоже за спинку так цепляю на удочке закидываю есть не круто улочку просто на лодке так переставляю и он прям моментально хватает большеротый окунь ребят я вам покажу все как я это делаю сейчас немножко потеплеет ну и все ребят всем пока если вам понравилось ставим лайки пишем комментарии вот такой пончане у меня ну килограмм 5 6 точно есть пока ребят